Добрый день, друзья! С вами Евгения, и вы на моём крымском канале. Друзья, дорогие, я продолжаю серию своих видео о московских интересных исторических путешествиях. И вот сегодня мы побываем с вами на Крутицком подворье, это в самом центре Москвы. Вот такой удивительный целый огромный комплекс. И немного расскажу вам, и, конечно, я поснимала. Думаю, что тот, кто не бывал, а я сама действительно была первый раз на такой интересной самостоятельной экскурсии. Думаю, вам будет очень интересно. Ну и вообще так мы с вами понемножечку узнаём историю Москвы. Итак, друзья, почему Крутицкое подворье, или его ещё называют Патриаршее подворье, или Архиерейский дом, или просто Крутицы? Это бывшая резиденция епископов царских и подонских, образованная в XIII веке в качестве монастыря. Название подворья происходит от слова «крутицы», обозначающего возвышение на левом берегу Москвы реки, ниже устья реки Яузы. Ну, место такое Крутицы, видимо, это была какая-то деревня, и в 1991 году вошло в состав Русской Православной Церкви, как подворье Патриарха Московского и Всея Руси. И с 2001 года в зданиях располагается Синодальный отдел по делам молодёжи. И в IX-XI веках, это Средневековье, на территории современного подворья располагалось княжеское село Крутицы. И рядом с селом проходили оживлённые торговые пути, ведущие в Коломну и Рязань. Считается, что в 1262 году в Крутицах был основан мужской монастырь, друзья. Вот такая древняя история мужской монастырь, возведённый в честь святых Петра и Павла. Друзья, ну, тут несколько из версий возникновения, потому что история давняя, практически ничего не сохранилось. Ну, вот интересно, что Крутицкому подворью на Руси отводилась особая роль быть представителями пред Господом за всех православных страждущих в чужих краях. Как интересно, да? Крутицкое подворье осуществляло связи русской церкви с внешним миром, исполняя миссию своеобразного духовного дипломатического ведомства. Конечно, много перипетий пришлось этому духовному центру пережить. Тут и татаро-монгольская ига, и упадок. Ну, вот интересно, я нашла такой материал, что в 1612 году участники 2-го ополчения Мининой Пожарского останавливались в Успенском соборе Крутицкого подворья, чтобы поклясться освободить Москву от иностранных захватчиков. И поскольку в то время Кремлевский Успенский собор был захвачен, Успенский собор в Крутицах приобрел символическое значение главного религиозного символа России. Но сейчас, друзья, обратите внимание на этот сказочный теремок. Он так и называется, вот этот зеленый теремок – Крутицкий теремок. Двухэтажное здание, включающее святые ворота и помещение под ними. И было построено в 1693-94 годах, являлось частью Крутицкого подворья. Оно, это строение соединяло митрополитические палаты с настенными переходами, ведущими в Успенский собор. Ну, вот такая красота, друзья, майоликовой отделкой, майоликовой плиткой. Вот это все отделано. Конечно, мы очень долго здесь стояли и приближали камерой, смотрели, разглядывали. Это все отреставрировано. Вот такая сказочная, буквально, сочетание голубого, бирюзового и оливкового, какого-то зеленого, желтого. Ну, сказочная просто цветовая гамма. Полюбуйтесь еще. Вот тут немножечко написано. Все это, друзья, сейчас в реставрации, поэтому, ну, что-то видно. Видите, вот тут я специально для вас кусочек сняла. Посмотрите, в каком виде это все было и насколько это приобрело сказочный вид волшебный. Вот такая большая и очень-очень дорогая работа. Ну, цветовая гамма, да, просто радует. Среди зимы, конечно, такое увидеть, какой-то луч солнца просто. Ну, вот здесь почитайте, остановите и прочтите. Тоже интересно. Друзья, сохранился интересный документ разбирательства между стрякчим. Ну, в общем, это судебное. О том, что изготовили из росы и недопоставили. То есть, понимаете, то ли это кража была, то ли подсчет неверный. Должны были поставить 2000 вот этих из росов. Это надо сказать, что дорогие плиточки в изготовлении. Вообще стоимость высокая очень. А поставили только 1170. И вот возникло тут недопонимание. В общем, исход дела не сохранился. Ну, вот интересный такой вот факт в истории, что они там еще изготавливали 4 окна, 3 резных каменных столба, 5 больших и 6 маленьких капителей. Все вот это указано, что было сделано в то время. Еще, друзья, интересно я нашла, что все-таки считается, ну, еще что сам Крутицкий теремок. Некоторые эксперты относят к 15-16 веку. Ну, это говорит о том, что, ну, убранство не соответствует уже 17 веку, как вот я вам вначале назвала дату постройки, 1694 год. Ну, в общем, тоже это не подтверждено. Вот, друзья, видите, он такой узенький. Правда, какой-то такой маленький шатер стоит над, ну, они так и называются, надвратные палаты или, бывает, надвратные церкви. Ну, вот здесь, конечно, проходит еще реконструкция. Вот здесь, видимо, фонтан был, потому что процветало подворье. А сейчас, конечно, некоторые постройки в очень плачевном состоянии разрушены, но все, видимо, делается. Также я, друзья, слышала, что не утверждаю, что это все в частных руках находится. Это не государственно. Но я еще постараюсь проверить эту информацию. Еще вот посмотрите, какие интересные формы, вот таких вот с навершиями окон, проемы, очень интересные. Мы, конечно, облазили все уголочки, все щелочки. Как вы знаете, я же люблю по всяким чигирям. Где можно, нельзя. Везде хоть руку просунуть, снять. Вот, но, конечно, здесь вот открыто было. Это был небольшой там садик такой внутри. Ну, и немного историй дальше. Друзья, рассвет крутиц пришелся на время правления митрополита Павла III, основавшего монастырскую библиотеку. И при нем завершилось строительство митрополитчьих палат. На месте Старого Успенского собора также началось возведение нового собора. В подворье в то время был разбит один из самых первых в Москве декоративных садов. И в то же время, ну, также входили еще тут слободки Дубровка, Арбатец. Ну, это вот Арбатецкая улица, сейчас Крутицкая, Калитники и также село Кожухово. То есть, ну, окончательно вот этот, видите, расширялся этот комплекс, формировался к концу 17 века. И еще хочу сказать, что в 17 веке в середине Крутицы стали одним из излюбленных мест пребывания патриархов. И начиная с 1650-х годов примерно, подворье стало выступать научным центром. В нем велась работа по переводу книг священного писания с греческого на церковно-славянский язык. А некоторые подземелья, друзья, да, вы же знаете, что в Москве очень много таинственных, различных под каждыми вот такими комплексами подземелья. И здесь, в этом подземелье была тюрьма. И также хочу вам сказать, что в 1666 году, друзья, какая дата, в одном из зданий был заточен протопоп Авакум. Ну и далее вы сейчас видите военных на этих постерах. Хочу вам сказать, что упразднение патриаршества было в 1721 году. И митрополиты понижены. Вы знаете, там раскол какой-то был в церкви. Друзья, но хочу вам сказать, что Крутицкая епархия была упразднена в 1788 году. И многие здания полуразрушены, снесены были тогда. И территорию подворья передали военному ведомству. А церковное имущество и архивы епархии перевезли в чудо в монастырь Московского Кремля. Вот видите, еще какая история, перипетии какие. Друзья, часть оставшихся строений была передана в казармы. Разместили жандармские корпуса. Так назывались Крутицкие казармы. И в одной из гарнизонных гауплахт 22-летний Александр Герцен провел 7 месяцев перед высылкой в Вятку. Ну и потом далее война 1812 года. Подворье сильно пострадало. Тогда были утрачены перекрытия и убранства в Воскресенской церкви. Однако некоторые потолковые росписи удалось сохранить. Вот такая история. Также, друзья, в 1816 году нависла угроза. Хотели разобрать главную церковь. Но такое было благолепие, что как бы это, слава богу, что ее не разрушили. Друзья, сейчас вы видите съемки фильма. Здесь идет подготовка. И мы как раз вот попали в этот момент, где вот готовились декорации. Говорили, что будет Сергей Безруков сниматься какой-то исторический фильм. Или там это проба для фильма. Ну, в общем, что-то там такое было интересное. В общем, они просили даже и не снимать, и не рассказывать. Думаю, ну и ладно, особенно. Вот как раз митрополитские палаты сейчас вы видите. Это музей. Мы зашли там ненадолго. В общем, весь музей не посещали. Так немножечко посмотрели. Конечно, внутри атмосферно очень. Потому что, ну что, в 16-17 веке строились эти постройки. Такие огромные эти ворота. Ну, вот здесь я не знаю, что это возможно какие-то, может быть, и надгробные какие-то вещи. Вот это на надгробную плиту похоже. Может быть, это какие-то остатки памятников или колонн даже. Просто вот здесь немножечко прошли. Самостоятельно смотрели. Видите, вот тут сохранились какие интересные вот эти ставни. Ну и немного, друзья, что же было после революции. Храмы Крутицкого подворья были разграблены, как и многое другое. И настенная живопись закрашена. И в 25-м году в подворье прекратили проведение богослужений. А Успенский собор передали под организацию общежитий Московского военного округа. В 36-38-х годах Воскресенский храм перестроили под жилой корпус по проекту архитектора Батагова. Но, друзья, не представляю, как можно жить в церкви, сделать там квартиру, так и сгадить, нагадить. Это даже вот... А ведь это было повсеместно по всей нашей стране в связи с гонениями на церковь. Конечно, ужасно. Это все исторические памятники. Памятники это так, как мы относимся к своей истории. Наверное, никто так плохо в мире нигде не относится. Ну, я отвлеклась, друзья. И дальше. Ну и, друзья, чудеса происходят в 47-м году, потому что в это время еще, в общем-то, воли церкви не давали. А еще все, храмы были многие закрыты. Только ведь в 80-х годах так активно стали их передавать. Вот удивительно то, что было постановление об реставрации дворца. Значит, комитет по делам архитектуры при Совете Министра СССР составили вот этот план. И началась реставрация. Значит, на Успенском соборе, в этом патриаршем подворье, установили кресты вновь. Ведь сброшены были кресты. И в 64-м году собор передали обществу охраны памятников. Ну, тут какой-то был еще филателический отдел глав книги. И в то же время, как дом культуры какое-то время, храм использовался. И в 80-х годах в соборе располагалась экспериментальная, научно-реставрационная, какие-то мастерские были. А в 1982 году передали историческому музею часть территории подворья, как бы в аренду сдали. Верхний и нижний храм использовали для хранения экспонатов. И несколько помещений оборудованы под выставочные залы. И одновременно, друзья, гауптвахта здесь находилась, потому что военное ведомство, помните, я рассказывала, по-прежнему здесь как бы еще было расквартировано. Друзья, вы сейчас видите очень интересные картины. Это не фрески, это картины маслом. Я в следующем фильме думаю, что я вам немножко подробнее расскажу. Ну а сейчас хочу сказать, что до 1991-1992 года вот только с этого момента стали передавать русской православной церкви вот эти храмы Крутицкого подворья. И уже первое богослужение в 1992 году произошло. И богослужения, друзья, прекращены были в 1924 году. Вы представляете, это целая эпоха, целая жизнь человеческая между этими датами. Друзья, ну я с вами прощаюсь до следующего моего фильма. Мы продолжаем с вами смотреть Крутицкое подворье. Я думаю, что покажу вам уже более подробно храм. И что-нибудь интересное еще расскажу. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, заходите, ставьте пальчик вверх. Это помогает развитию моего канала. И с вами, как всегда, друзья, была ваша Евгения. И до новых прекрасных встреч.